Приветствую вас и у меня, как у специалиста, к вам возникает ряд вопросов. Во-первых, чем вам помочь? То есть, какой помощи вы ждете от психолога? Ну, давайте будем реалистами и скажем честно, значит, сразу сделать вас неодинокой, да, то есть, не одной, как вот вы говорите, невозможным. И психолог вас сразу ни одной, неодинокой не сделает. Это, еще раз повторю, это невозможно, в принципе. Понимаете, о чем идет речь, да? Дальше идем. Вы пишите, мне очень, мне очень сильно плохо. Я понимаю, что вам очень сильно плохо, я это понимаю прекрасно, но опять же, опять же, меня, как специалиста, интересует то, чем вам плохо. Почему вам плохо? Из-за чего вам плохо? По какой причине вам плохо? То есть, одиночество, страх одиночества, он родом из детства. Страх одиночества, родом из того самого состояния и чувства, когда в детстве родители нас, ну, оставляли, например, одних, когда родители нас, ну, оставляли одних в комнате и, соответственно, уходили. Мы не знаем, когда они, когда они придут, мы не знали, когда они придут, а, соответственно, это незнание, да, лежало на всяком контроле, потому что мы думали, что уходят они именно, вот, из-за нас. То есть, из-за того, что мы такие плохие. Вот. То есть, история здесь уходит корнями туда, в детстве, на самом деле. И, на мой взгляд, очень важно, ну, разобраться, разобраться с данным аспектом, увидеть данный аспект, да, увидеть его. То есть, ответить себе на вопрос, почему мне так плохо, вот. Дальше. Следующий момент, следующий момент. Следующий момент заключается в том, что вы пишете, я одна, да, вы пишете, что я одна, одна в том свете. Значит, значит, получается так, что вы, ну, какие-то вот действия совершили, вы какие-то совершили действия, которые привели вас по итогу к одиночеству. Хотя, понятно, что за всем одной быть, ну, вы не можете никак, потому что вокруг нас всегда есть люди, они всегда были, они всегда будут и, как бы, никуда они не денутся. То есть, одиночество, это, скорее, такая, знаете, как бы, иллюзия, да, одиночество, это, как бы, самообман здесь. Вот. Но, я верю, верю в то, что вам действительно кажется, кажется, что вы одинокая. Я верю в то, что вам действительно кажется, что вы одна. Я верю в то, что вам действительно думается, что вы, вот, остались одна в целом мире. И, помимо всего прочего, да, здесь и чувственный интеллект, то есть, ну, умение выражать свои чувства, которого, скорее всего, у вас нет, потому что, если бы вы умели выражать свои чувства, я думаю, что проблем бы между вами не было, потому что вот этих проблем у вас не было, потому что, если бы вы выражали свои чувства, то я думаю, что вас бы окружали те самые люди, которые ценили бы вас, которые бы уважали бы вас, которые видели бы вас, ну, такой, да, какая вы есть. А так получается, этот факт, что вы остались одна, говорит о том, что вы не можете свои чувства выражать адекватно, по крайней мере. Вот, почему? Почему так? Да? Почему такая история возникает? Потому что, скорее всего, вы либо этих чувствах стесняетесь, либо боитесь, что по большому счёту одно и то же, вот, либо просто не научились их выражать, то есть не знаете, что с вами происходит, вообще не знаете, что это за чувства. Ну, в той или иной, в том, и в том, и в другом случае, да, и в той, и в другой ситуации, вам сказать, что так или иначе вы нуждаетесь в, значит, значит, в помощи специалиста, вот, потому что сами вы, скорее всего, с этой историей справиться не сможете, вот. То есть, в первую очередь, поймите, что первый шаг вы сделали правильно. Шаг какой? Вы попросили помощь. Вообще, просьба о помощи в современном мире, это достаточно редкое явление. Мне кажется, что вот то, что вы попросили помощь, это супер. Это здорово. Это первый шаг. Это действительно первый шаг к тому, чтобы улучшить вашу жизнь. Попросить помощи в том, в чем вы не справляетесь. Вот. Ну, а теперь нужно идти дальше, идти дальше и смотреть, в чем конкретно вам нужна помощь, что конкретно мы можем для вас сделать, как конкретно мы можем вам помочь, и что конкретно нужно подкорректировать вам для того, чтобы вы в этой ситуации больше не оказались. Вот. Самое-то понятно, что ситуация неприятная. Понятно, что ситуация неприятная, соответственно, ситуация не самая приятная. Вот. И, соответственно, эту историю вам в одиночку пройли будет трудно. А на счет одиночества также негативно воспринимается человеком тогда и только тогда, когда, а, человек не принимает себя, то есть не может находиться наедине с собой, и, б, ему нечем себя занять. Ну, то есть вот просто человеку нечем себя занять. От слова вообще. То есть история здесь вот примерно пока. И, соответственно, в направлении, да, вам нужно двигаться. С одной стороны, в направлении развития своих интересов, вот, чтобы вы четко знали, что вам интересно, что вас увлекает, что вам нравится. Вот. А с другой стороны, в направлении принятия себя. Потому что без принятия себя, ну, будет вам тяжело, будет вам сложно. Без принятия себя, без принятия себя вы постоянно будете нуждаться в ком-то, вот. А нужда в ком-то еще никому ничего хорошего не приносило. Ну, да, в ком-то радости еще более, ну, ну, да, в ком-то счастливее не делало никого. Вот. Вот примерно так вам можно ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.